философия эпистемология проблема скептицизма hd вообще-то вообще-то в hd давайте до 820 хватит вам громковато майнин и стал нега отече маски простите что с русскими субтитрами я не вполне уверен своим английскому но вроде бы я понимаю что что говорят и антидей тем более она пишет на английском и здесь вот ничего вообще ничего не знаю наверняка я поднимаю руку что это значит в каком смысле я поднял другу что значит поднимать руку я ничего не уверен давай объясни мне да вполне возможно такая ситуация и многие индусы ее предсказывали просто не правда не с компьютерами но вообще да вдруг я сплю во сне и вижу что я сплю во сне и вижу что я сплю во во сне и вижу что я сплю во сне и вижу что я сплю во сне и вижу что я играю в компьютер там верно пиранизм платонизм получается средний платонизм я угадываю сейчас точно не знаю академический скептицизм средний скептицизм правильно академик до платоническая школа начинается с аркисила я если не ошибаюсь пиранизм пиранизм да все верно академик скептик аргитет сенсури им пращин утверждали что сенсорные впечатления которые часто принимаются за основу да и это все дает вероятностные знания правильно привет ау викс винкс это первое видео в этой серии я может быть один из одного брака вы можете не забыть, мечтать, мечтать или в другом способе сделать ошибку потому что впечатления могут быть не забыть вы не знаете, что самая человек narrает двое видео академики использовали аргументы, чтобы поддерживать их основные решения стоп стоп ну аргумент окей но самое главное чем академические скептики то есть скептики среднего платонизма отличаются от скептиков пиранийских ну то есть от перона, тимона, эниседема, гриппа и секста эмпирика это тем, что они допускали возможные суждения, возможностные то есть мы можем предполагать, что вот это суждение более вероятно, чем вот это суждение вот разница а пираницы, нет, этого не предполагали у тебя есть канал в дискорде, у меня есть дискордик я не знаю, канала нет, друзья, канала нет ммм, вообще скептики не могут утверждать, что знание невозможно это был бы агностицизм, но в рамках античности может быть да а зачем, зачем делать свой канал в дискорде, что там будет пока, по-моему, у меня мало людей, чтобы вот что там делать ну ладно, не важно, продолжим обсуждать да, все вопросы остаются открытыми, правильные даже вопрос о том, нужно ли вообще сомневаться нужно, не нужно, сомневаюсь я или не сомневаюсь все вопросы открыты, верно это и есть, собственно, скептицизм и пиранианские скептики вот эти вот то есть перрон, тимон, эниседем, агриппа и секста эмпирик они, в общем-то, в принципе, не считали скептиками академиков по той причине, что академики верили в вероятностные суждения у античников не было аргументов ко сну, насколько я помню ну, она приводит довольно-таки упрощенные суждения по поводу скептицизма можно попроще а, Сян Цю, кстати, кто это такой, не знаю Джуан Цю Джуан Цю Джуан Цзы? Джуан Цзы, наверное Джуан Цзы Джуан Цзы перрон, тимон, пумба, симба да, просто тимон, понимаете, он вообще ссылы написал это интересно, чувак вот у китайцев про бабочку было здесь, видимо, Джуан Цзы имеется в виду сейчас, давайте, не знаю а, ладно, плевать, это Джуан Цзы вроде сейчас да, у нас сейчас будет про сон с бабочкой это Джуан Цзы, все, я разгадал еще до того как она раскрыла, отлично нет, это не Сун Цзы, это Джуан Цзы Джуан Цзы Джуан Цзы, она сказала ну, то есть, это Джуан Цзы да, и это из Джуан Цзы не Сун Цзы, а Джуан Цзы именно да, и это из секса Джуан Цзы непосредственно например, один из самых попсовых да, да, вот Джуан Цзы приснилось, что он был бабочкой может быть, это бабочке снится, что она является Джуан Цзы но это в прямом смысле не является скептицизмом ввиду того, что Джуан Цзы является даосом и он допускает существование как бы дао но как бы да да, у китайцев со скептицизмом все куда хуже есть интересные мыслители китайские вроде Дэн Си, он критик, он много-много-много кого критиковал ну и Джуан Цзы, и Лао Цзы, они даосы у них очень тяжелые, интересные концепции, но все-таки положительные концепции они даже на фоне средней академии не смотрятся скептиками Кортезия я вообще не считаю философом от чего плохого в дао? нет, в дао в дао все хорошо просто это критерий того, что это не скептицизм уже есть утверждение о том, что все есть некий путь некая тенденция некий план разворачивания каких-то в общем-то вот действий, событий ну вот алхимиками они стали попозже ну то есть текст, я не знаю, я не помню как называется Торченов переводил этот текст про алхимиков алхимики появились среди даосов значительно позже Лао Цзы и Джуан Цзы вообще Лао Цзы и Джуан Цзы, они заложили основы даосизма и у них был еще нерелигиозный даосизм а потом даосизм постепенно начал становиться религиозным была, например, основана школа семи небесных наставников и там все стало вот довольно-таки трудно путь можно познать в состоянии Д ну Д это есть естественность Д это не есть состояние, это есть естественное ну да, это естественное состояние то есть это находиться в пути по сути это быть в пути, быть внутри дао, следовать потоку и при этом быть желательно недействующим то есть отменять свое действие в том смысле, что действовать так, как тобой управляет путь путь течения тебя ведет и если ты идешь по этому течению, ты следуешь своему дау и значит ты Д то есть ты естественный в смысле Кортезия не считаете? я не считаю Кортезия скептиком простите, не философ, я оговорился это правильно, что вы указали, друзья это ошибка я не прав я не прав Кортезий философ, но не скептик его радикальный скептицизм, но это подтасовка а что такое Дхарма? закон, община ну, например, буддийская Дхарма, учение учение Будды, слово Будды как Логос, например, не знаю, логия, биология не знаю, Будда Дхарма Будда Дхарма, учение Будды вот либо Дхарма в буддизме может еще одно значение иметь то есть некая таковость некая мельчайшая наша биологическая не биологическая, нет, даже не биологическая а наше психологическое ощущение мельчайшее которое может восприниматься как есть, что есть спасибо, Павел спасибо да, она в индуизме есть но в индуизме она обычно как раз воспроизводится как некое учение мы это уже вроде слушали, нет? а вот это нет хорошо, в любом случае мы это послушаем так, друзья Андрей, да, может как космический закон восприниматься а можно еще раз про поток это надо с даосизмом ознакомиться да, сейчас смотрите дао путь тенденция направление то есть кто куда развивается мир получается это его поток такой дао его нельзя назвать его нельзя обозначить но он просто есть получается д это состояние человека самое естественное то есть то состояние в котором человек подчиняется общему дао и своему дао своему пути своей тенденции и так далее и так далее и так далее одна из основных концепций даосов заключается в недеянии То есть мы не должны действовать сверхъестественности. Не в смысле сверхъестественности, как это у нас в европейской культуре, а сверх-де. То есть мы должны двигаться непосредственно по вот этому пути Дао, который проделан этим миром. И как только мы будем двигаться, как рыба в воде по течению, например, плывет, тогда мы будем добиваться наибольших успехов. Вот так вот получается. Теория недеяния у них проистекает, как раз ведет к наибольшему счастью, успеху, чем действия. Наоборот, действиями мы мешаем себе что-то делать, когда мы противимся Дао. Да, отчасти это и есть гармония себя и мира. Да. Ааааа. КТТПС двоеточие слегка. Спасибо, друзья. Спасибо. Я очень рад, что много... Что? Что произошло? Что? Куда? Чааа? Чё-то не то. А, три ответа к скептицизму. Окей, посмотрим позже. Клево. Спасибо большое, очень много заказов на видео. Я не знаю, когда мы остановимся на самом деле, но это хорошо, я люблю очереди. Может не деяние, это отвлечение от своей воли и следование рациональному и знаком? Рациональная европейская тема. Ну, греческая, европейская. Ну, Кортезий провел череду околоскептических рассуждений, но если бы он в итоге сказал, мы не знаем, существует я или не существует, потому что мы не знаем, существует сомнение или не существует, тогда его можно было бы в полной мере назвать скептиком. А так он, ну, разрешил проблему, вот так вот, щелчком разрешил проблему и все. Молодец, Кортезий. Очень скептично, поэтому он не радикальный скептик. Чего-то она хитрит пока. Да, на самом деле, этот сценарий был призван не для того, чтобы заставить нас сомневаться абсолютно во всем. Этот сценарий был предназначен для того, чтобы разрешить проблему сомнений абсолютно во всем. Кортезий усомнился, не знаю, в эмпирическом опыте, в математике, в душе, в боге, но не смог усомниться в я, потому что есть само сомнение. И с помощью этого сомнения я сомневаюсь, следовательно, я существую. Либо это еще переводят как я мыслю, следовательно, я существую. Он смог, исходя из этого тезиса, доказать, что есть душа, есть бог, математика работает, и эмпирический опыт тоже не является абсолютной глупостью, мы можем тоже с ним работать. Ну, лол, ну как, какой скептик? Абсолютно во всем сомневаться. Окей, вполне возможно. Он перефразировал Авицену, который доказывал существование бога, тоже, кстати, вполне возможно. Но тут проблема заключается, опять же, в том, что Кортезий просто не является скептиком. Ну, по крайней мере, на мой взгляд. То, что он сам называл себя радикальным скептиком, не знаете, это кажется просто потому, что он заблудился, он запутался. Как ОБС настроить? Лекция на час. Что ты думаешь об анархизме? Ну, анархизм очень смело, очень смело. Очень интересно. Не знаю, это может работать или не может, но очень смело. Да. Начнем, по крайней мере, с того, что математики вообще в принципе не существует. То есть, двух нет, трех нет, единицы нет, пятерки нет. Мы их не можем потрогать и увидеть, они вот здесь в голове. Квадрат в чистом виде тоже вот здесь в голове. Аксиомы, которые так или иначе работают с пересечением прямых точек, это все тоже в голове у нас происходит. То есть, нам даже не нужен злой гений, чтобы предположить, что вот это вот все выдумано. Нахера нам злой гений, если мы и есть этот самый злой гений, в данном случае? Непонятно. Лучше и смелее только православный анархизм Васила. И у него, видимо, обозначение анус. Анус. Анархизм. Анархизм. Ан. Ан. Анархизм. У самого. Анус. Количество предметов нет. Это тоже, что мы исчисляем. Сколько предметов вы видите? Одновременно. Там, ну, плюс наушники. Сейчас, простите, качество. Вы можете посчитать. Один, два, три. Футболка четыре. Брови пять, там, не знаю, нос шесть. Не знаю, как угодно. Вы можете считать вообще как угодно. Не важно. Сейчас вот все эти предметы объединены со мной. Я к ним прикасаюсь. Мы их условно можем отделить друг от друга. Я могу отпустить этот предмет, например. И он ничего не будет касаться. Нет, он касается воздуха вообще-то. Мы с воздухом и ним вот как бы тоже объединены. Мы можем определять весь мир как некое единство. И ничего при этом не исчислять. Это абсолютно разные подходы. И они оба допустимы. Притом мы исчисляем предметы с помощью абстрагирования. То есть мы абстрагируемся от мира, от наблюдения, от той картинки, которую мы видим. И мы вот видим вот этот вот предмет. Это симбикорд. Смотрите, у меня есть второй симбикорд. Там, не знаю, третий симбикорд. Четвертый, пятый, шестой. Неважно, сколько угодно можем их представить. И вообще как угодно, в общем, действовать с ними. Математика позволяет нам делать вообще все, что угодно. Исчислять все, что угодно, вообще как угодно. Сколько здесь предметов на самом деле? Два? А нет. Три. Да нет же, четыре, потому что они объединяются. Я могу разобрать ее на бесконечное количество предметов. Каждый из этих вот предметов, понимаете? Я могу их покрошить. Сделать из них миллиарды предметов. Математика работает. Мы можем посчитать количество предметов. Очень основательно, да. Невероятно. Проблема в том, что она не доводит аргументы до конца. Кортезий, в принципе, немножко о другом говорил. Я вам уже пояснил это недавно. Нет, Дэн Дэнни, я не подменяю понятия. Мы как раз, чтобы определить, что это предмет и вот это предмет, мы абстрагируемся. Единственный способ каким-то образом что-то посчитать, это абстракция. Все. Мы это делаем с помощью головы. Это не то, чтобы существует предмет номер один в мире и предмет номер два, и они уже посчитаны. Нет, они никем не посчитаны. Мы их сами считаем с помощью придуманной нами системы. Эээ, Юм тоже не скептик. Но он эмпирик. С агностическим уклоном таким, довольно-таки мощным. Мозг в колбе, да. Проблема этого примера заключается в том, что он заигрывает с наукой. То есть, если мозг помещен в колбу, и ему не спосылаются какие-то, в общем-то, ощущения туда, и все, в общем-то, путается таким образом. Почему мы вообще взяли, что в колбе именно мозг? Почему мы взяли, что в колбе именно мозг находится? То есть, почему именно мозг? Ну, это просто такой иллюстрационный пример для современных сиентистов, догматиков. Окей, только в таком смысле. Это просто красивая иллюстрация. Проблема тетки еще заключается в том, что она не перечислила непосредственно тропы скептиков древних, отечественных. Ну, я, кстати, я не отрицаю, что я Софис, друзья, поэтому да, ну, спасибо. Спасибо, Алексей. Дэн Дэнни. Вы, видимо, не поняли, о чем я рассуждал. Мы выделяем, отделяем женщину от зиготы не потому, что это два предмета. И вот то, что это два предмета, это тоже еще не доказано. Еще не доказано и невозможно доказать. Это исчисление, которое мы производим у нас в голове. То же самое с женщиной и зиготой. Тем более с женщиной и зиготой, потому что они, ну, вообще очень, очень тесно сплетены. То есть я, наоборот, привожу пример того, что мы не можем считать адекватно. То есть можем считать адекватно, конечно, мы можем считать, но это довольно-таки тоже спорно. С этим просто можно поспорить. Это можно как-то обыгрывать по-разному. Люди обычно не обыгрывают, но можно обыгрывать. Андрей, кстати, я не помню примеры Авиценны с полетом. Интересно. Так, Дэн-Дэнни, фишка-то и заключается в том, что я могу делать с счетом вообще все, что угодно. Так, ломать... Нет, это 120. Нет, я не могу ее сломать. Эти штуки очень дорого стоят вообще-то. Так, и ладно, эту тоже ломать не буду прилетно. Я не знаю, я могу делать вообще все, что угодно с предметами. Их может быть сколько угодно. Мы посчитали, что эта ручка это одна. Я уже ее на четыре части разделил. Уже четыре предмета у меня в руке. Я не знаю, считать мы можем все, что угодно, как угодно, сколько угодно. Нас это вообще, ну, никак не заботит. Один предмет оказывается четырьмя, пятью, десятью, тысячу, не знаю, как нам угодно. В этом проблема. Нет, это не шутки. Я постулирую проблемы Дэн Дэни, и я не даю решений. Что это за штуки? Это симбикорт от астмы, тубухолер. Изиготу ты не можешь сломать, потому что это жизнь человека. Что? 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 Почему я не могу сломать жизнь человека Дэн Дэни? Что? О чем вы говорите? Да, это просто пример, это просто троп. Вы, кстати, вы думаете, что это плохо, что вы просто можете быть, и вы не можете понять, что вы не знаете. Даже если вы в обычном мире физическом мире, смотрели видео, и вообще смотрели на вашу руку в передо мной. Мы называем это «святый случай». Да? Какие правила в ММА, кстати, Алексей? Заз本ة планировали к своим руку в фонде, подобный обкаре, и ustedes brutality آд mateixos Дэн Дэна Дэн Удru. Херня. Тоже херня. Ну, то есть, злой гений, он появился, ну, то есть, злой гений, дьявол, на самом деле, появился потому, что, ну, Кортезию, наоборот, нужно было доказать определенные вещи. Ну, мозг в банке окей. Ну, тоже фигня. Брейн инновата. Вроде бы джар было, но ладно. Но skepticism doesn't have to be global. You can raise skeptical worries about some particular range of knowledge. For example, you can worry about your knowledge of the past. Ну, честно вам скажу, видео довольно попсовое и слабое. Проблема уже началась на разделении непосредственно... Что там пришло? Маргинал на сегодня заказан, да, непосредственно. Уже то тоже, как всегда. Так вот, и проблема началась уже с пираницов и академиков. Там что-то тоже было не очень хорошо рассказано. Пираницов так вообще обошлись стороной, по сути. Это печально. Очень много внимания было уделено Декарту, который на самом деле не скептик. Потом было много внимания уделено Колби с мозгом. Тоже не очень серьезный аргумент. Вообще ничего не спрашивали непосредственно о тропах. 15 тропов скептицизма это мощная тема. Притом я сформулировал не 15 тропов скептицизма, а 99. Я прибавил к 15 еще кучу других тропов, которые мы можем использовать как тропы скептицизма. То есть формально мы могли бы сейчас насчитать 99 тропов скептицизма и даже больше. Их бесконечное количество можно считать. Любые аргументы, которые учения используют друг против друга и против науки, можно считать автоматически тропами скептицизма. Так не странно. Спасибо за подписку, кстати. 18. На самом деле лучше бы она объяснила вместо вот этой Алисы гребаной, объяснила тропы скептицизма. Упрощенно. Было бы клево. Я объяснял. Боже, Алиса не знает сколько времени. Как же это опасно. Каково быть скептиком 99 уровня? Это не мешает принимать решения обо всем повседневной жизни. Я думаю, даже помогает. Я могу принимать куда более удобные решения, чем многие другие люди, которые ограничены убеждениями. А вот тут действительно смешно получается. То есть... Алиса же не знает сколько времени. Какой ужас. Как мне их жалко. То есть печально. Проблема заключается в том, что ты, замечательный автор, не знаю, вайрлесс-философе, не разобрала непосредственно самые важные теки, которые защищают так или иначе скептицизм от любых посягательств, как эмпирического опыта, так и рассудка, разума. Да-да-да, злой гений, это прям вот самая важная проблема скептицизма. Прям, да, злой гений и мозг в банке, это... Да, например, игнорировать скептиков. Клевое, клевое решение проблемы, наверное, самое действие. Ну, херово. Честно говоря, местами очень слабо. То есть это даже на общеобразовательную лекцию не пойдет. Ладно. Могло бы быть намного лучше, честно говоря. Надо было просто... Ну, ладно, мозг в банке оставляем. Сон, допустим, нормальный аргумент, жить можно. Бабочка, сон, окей, хорошо. А есть антискептицизм в философии? Вся философия, кроме скептицизма, есть антискептицизм.